Здравствуйте еще раз! Сразу же ставлю чудесным образом водичку для того, чтобы в ней можно было отварить яйцо пашот. В одном из роликов я уже показывал, рассказывал, как это делается. Ну, в общем, тогда было тогда, а сейчас, сейчас. Я вам покажу один лайфхак, которого нет в том ролике. Значит, это сито, это чашечка. Значит, для того, чтобы отварить яйцо пашот шикарнейшим образом, пока нагревается вода. Пока я еще не доел весь бекон, я водицу подсаливаю немножко. Уксус добавлю позже. Для того, чтобы яйцо пашот получилось максимально идеальным, ну, нужно к этому стремиться, да? На сито отбрасываем само яйцо, для того, чтобы с него стекла вода. Есть какая-то вода непонятная, сам белок через мелкое сито вообще никогда не стечет. Стекает вот какая-то водица здесь. В общем, яйцо Бенедикт, это три составляющие. Три основные составляющие. В первую очередь, яйцо пашот. Во вторую очередь, это обязательно наличие сладкого хлеба бриошь. Кто-то говорит, что наличие бриошь не обязательно. Я считаю, что обязательно, потому что это вкуснейший хлеб. Он с большим содержанием масла и сахара. Ну, сахара не так много, это сдобная булка, по сути, но она не такая сладкая, как десертный вариант. Сейчас из бриоши делают кучу всего, в том числе булка для бургеров, считается, что это вкуснее. Ну, конечно, чем больше сахара, тем вкуснее. Поэтому у нас здесь будет два варианта. Значит, а, и третий, третий элемент, несомненный, это наличие голландского соуса. То есть, кусок хлеба, яйцо, голландский соус. Ну, и там украшалки, зелень, еще что-то. Значит, ну, всегда к Бенедикту подают какой-то ингредиент, который делает его вкуснее. Мы сделаем один с беконом, а один с подкопченной красной рыбой. Я нашел сегодня на рынке дикую. Значит, сковородочку, бриошь нам нужно обязательно обжарить. Причем, как вы понимаете, на сливочном масле, несмотря на то, что там тоже есть сливочное масло. Я вот давеча был в Тольятти. И хочу сказать, что люди, несмотря на то, что вот вы там пишите мне, беднота повсюду, беднота и так далее. Ничего подобного. Есть люди, которые стремятся жить лучше. Которые больше работают, не знаю, там, ищут работу, не сидят, не ноют и так далее. Есть куча массовых вариантов. Я не к тому, что там плохо или хорошо. Я к тому, что в Тольятти есть сеть пекарен. Я не помню, как она называется. И люди, то есть мы, когда приехали за хлебом туда, хлеб довольно дорогой. То есть от 100 рублей выше. Хороший на закваске сделанный хлеб. И нам говорят, сори, у нас так раскупают все в лед. То есть люди чуть ли не в очереди стоят за хорошим хлебом, готовы платить больше денег, чтобы не есть вот эту вату в виде, там, нарезной батон, там, да, или вот эти заводские какие-то виды хлеба, которые не вообще непонятно, из каких смесей делают. Я к тому, что ищите и бриошь в частных пекарнях. Я понимаю, что в деревнях, возможно, вы его не найдете. Но если у вас вдруг нету бриоши, значит, возьмите белый хлеб, взбейте яички с небольшим количеством молока, щепотку сахара, щепотку соли. Обываляйте, пожарьте. Вот так можно еще сделать яйцо Бенедикт. Можно просто белый хлеб смазать маслом, на гриль его чуть-чуть дымка дать. С черным хлебом не особо. Делаем вот так. Будем делать из одного куска хлеба. В принципе, конечно, можно было и целиком такой, как бы, отправить на... А давайте мы целиком и отправим. Чего я рассуждаюсь-то? Значит, сковородка у нас разогрелась. Это все закипело. Маслица. Быстро-быстро-быстро-быстро. На сковородку сливочного бах-бах-бах. Ого! Масло ускакало в яйцо. Ну, ладно. Что делать? Будет, значит, у нас пашот вариться в масляной воде. Сюда мы... Маслица. Раз, 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 раз. Быстро бревошь кладем. Такой калорийный завтрак, но вкусный. Уксус. Небольшое количество. Где-то столовую ложечку сюда. Убираем температуру на минимум. По очереди. В любом случае, два яйца пашот сварить тяжело в одной кастрюльке. В общем, нужно по центру размотать вот такую вот, как бы это правильно назвать, вороночку. Аккуратно сюда, оп, выложить яичко. И дать ему там убрать минимум огонь, чтобы ничего там не приставало, не дай бог, ко дну оно там не... И дать ему как бы его немножко направить, чтобы оно не прилипало ко дну. Значит, пока оно варится, я сразу второе сюда разобью. Пусть стекает. Именно вот эта вот какая-то вода, околоплодная, да, странно звучит, околобелковая, когда стекает, дает нам хорошую форму пашота. Потому что иначе ее там какие-то такие паучинные... Так, у нас бриошь готов, да. Какие-то, получается, какие-то сопли там. В той сковородочке, где у нас жарился бриошь, нужно обжарить бекон. Две ленточки сырокопченый. Раз и два. Значит, когда яйцо будет у нас почти готово, пощупали его, оно мягенькое должно быть такое, да. Значит, нужно его оттуда выловить шумовкой или с чем-либо и отправить в холодную воду. Аккуратно его достаем, в холодную воду переносим. Оп, все. Нужно остановить процесс приготовления, это важно. То же самое делаем со вторым яйцом. Вот лопаточка, которой я делаю воронку. Это яйцо пашот, второе не такое красиво получилось, как первое. Бекон уменьшился у меня, я пока тут ковыряюсь, еще одну пожарю. Все-таки такая штука. О, а на доску две салфетки. Тот бекончик, который уже пожарился, его нужно откинуть, чтобы он подсох. А этот пусть жарится. А мы сделаем так. Значит, одну ленточку вот эту вот, мы ее не будем зажаривать до талого. Достанем, чтобы у нас одна была такая бледненькая. Но зато сочная и жирная. Значит, теперь голландский соус. Это одна из классификаций французских соусов на яичных желтках. Соусы, которые загущаются с помощью яичных желтков. По сути, вы сейчас скажете, это тот же самый мазик? Нет, это не тот же самый мазик, но идея такова. Желтки, сливочное масло горячее и вино. Или винный уксус. Или уксус. Или уксус чем-то запаренный. Смысл таков, что мазик, когда мы делаем, у нас растительное масло, желтки, чуть-чуть горчицы, да, и лимонный сок. И мы это все взбиваем. Здесь примерно то же самое, только с нагреванием. И он получается более кремовый, потому что больше яичных желтков. Значит, вот та баня, на которой у нас варились яйца пашот, в этой кастрюльке прям, то есть мы даем минимальное кипение. Берем тарелочку, сюда выливаем три желтка. У меня вот два гламурных больших, один маленький, малыш. Значит, обязательно венчик. Сюда же кусок сливочного масла. Ну, смотрите, на три желтка, чтобы было понятно, сколько я... Я на глаз делаю. Чтобы вам было понятно, я сделаю это... Значит, три желтка, два с половиной, да, назовем так? Два больших, один маленький. Сюда добавляем масло. 50 граммов. 50 граммов масла на три желтка. И, ну, винишка у меня нету. Ну, то есть оно где-то есть, открывать не охота новую бутылку. Я уксуса чуть-чуть бахну сюда, каплю прям, прям немножко совсем, чайную ложку. И все, венчик на водяную баню. И начинаем это все дело взбивать. Вот смотрите, нужно сделать так, чтобы у нас соус не свернулся. Вот это самое страшное, что может быть, когда мы делаем голландский соус. Масло должно быть теплое, но у меня оно из холодильника, поэтому оно будет растворяться здесь. Значит, нужно очень аккуратным быть в бане с водяной, потому что желток сворачивается вообще прям при 75 градусах уже. Тарелка нагревается, масло нагреваем вместе, еще греем. То есть нам нужно что? Взбить желтки с маслом. Уксус нам всего лишь добавляет сюда связующих элементов. Помогает связать маслоэмульгатор, желтки-стабилизатор, обязательно соль, чуточку черного перца. И фигачим. Следим, чтобы, не дай бог, не свернулись яйца. О, по времени здесь нужно очень аккуратно. Значит, сколько по времени сказать очень тяжело, потому что может через 5 минут при сильном кипении и при нагреве все свернуться, и вам придется делать что-то другое. А может придется и 7-10 минут это все взбивать, вот так вот убирать. Яйца должны нагреваться постепенно. Заготовки шефы делают заготовку. Это сифон, просто соотношение яиц и масла, соли, все это вот так вот миксером или венчиком взбалтывается, переливается в сифон. Загоняется несколько баллонов газа, и он находится в подогреваемом состоянии. В теплой воде стоит сифон. Если яйцо уже связалось, его нельзя нагреть, потому что оно уже отсечется. И на нем образуется пленка при остывании, которую начинаешь тревожить, и она все, она в крупинку. То есть это все делается из-под ножа. Поэтому проблема в кафе и в ресторанах, если есть завтраки, это прям серьезная проблема, потому что, ну, возможно, кто-то и придумал. Я просто, наверное, не знаком с таким человеком, который придумал, как это сделать. Есть предприятия, которые присылают голландский соус в виде каких-то химических элементов. Ну, типа там яйцо есть, альбумин есть, кислота есть, то есть, все есть. Но при этом это как бы не натур-продукт, а люди, которые кайфуют от Бенедикта, которые кайфуют от голландского соуса. Голландский, там их же несколько. Голландский соус, вот, это, по сути, взбивание с маслом яичного желтка. Есть еще биарнский соус, биарнез его называют. Это когда уксус, который добавляется в голландский, проваривается с тархуном, с эстрагоном. И этот эстрагоновый уксус вводится вот сюда. И когда уже соус готов, взбитый, густой, туда добавляется еще мелко нарезанный эстрагон в свежем виде, в теплый соус. Это разные соусы. Мазик – это эмульсия, которая используется чаще всего в холодных блюдах, при заправке салатов и всего прочего. А голландес соус, он используется для рыбных блюд, теплых, горячих, для завтраков, для создания яйца в кафе. В общем, когда приходит такой заказ, один человек становится за соус, все остальные варят и жарят. Потому что дольше всего и готовится соус именно он. Значит, у вас наверняка возник вопрос, зачем это нужно делать? Да это, этот соус относится к премиальным соусам во французской кухне. То есть, если человек хочет удивить себя, своих близких и вообще сделать что-то полезное на кухне, он должен обладать определенными навыками. Нельзя просто пожарить стейк классный, или нельзя там запечь кусок свинины, буженины, так, чтобы все сказали вау. Для этого нужно немножечко постараться, немножко научиться. Так вот, голландский соус – это один из таких несложных соусов с точки зрения, ну, там, конечно, физически он сложный, который реально очень вкусный, классный яичный соус. И если вы добьетесь вот этой кремовой консистенции, приготовите это для своего любимого. Почему я его только в ресторанах готовить? Потому что дома особо никто не хочет заморачиваться. Зато идут рестораны, говорят, мне яйцо Бенедикт, важно, говорят, вот так вот, потому что это реально очень крутой. Вот смотрите, при остывании он становится еще гуще, потому что сливочное масло, оно начинает застывать, но он должен оставаться теплым. Так, на один, значит, выкладываем бекон, и обязательно сюда же мы выкладываем яйцо пашот. Чаще всего есть салфеточка, на которую вы просто перекладываете, вот так вот переворачиваете, оп, чтобы водичка лишняя стекла. Выкладываем вот сюда яйцо пашот. Ну и, соответственно, там шампиньоны, которые могут быть, присутствовать здесь, они поджарились. Я их добавлю просто здесь как-нибудь так вот, оп, красиво. Значит, дальше у меня рыба. Значит, рыба обязательно дикая должна быть, ну, потому что нечего есть выращенную на антибиотиках непонятную субстанцию. Значит, здесь то же самое мы делаем вот так вот, опа. Рыбка подкопченная, конечно, вкуснее. Если нет подкопченной, значит, берите слабосоленую, сами солите. В общем, главное, чтобы было вкусно. Сам соус сильно не солите, потому что рыба соленая. Второй пашот на салфеточку и водичку сливаем, чтобы булочку не размачивала. Опа, выкладываем, все переставляем. Смотрите, какой должен быть ровный, густой, взбитый, блестящий соус. Вот он, голландский соус. Его любят все, кто попробовал впервые. Я вам обещаю, что если вы такую штуку сделаете, о, видите, какая густота. И он должен стекать. Должен быть кремовый такой. Да, вот чуть-чуть зеленого лучка. Ну, знаете, для цвета, для всего такого. Для понта, для цвета немножко. Красиво. Можно любую зелень. Но учтите, что любая зелень, она прилипнет, будет такая плоская. Так, теперь нужно быстро пробовать, потому что, ну, во-первых, это божественно, во-вторых, нужно сразу же это все делать. Сразу же. Так, смотрим, смотрим вот сюда, на яйцо пашот. Оп, режем его. Вот оно. Видите, вот так должно быть. Она, то, которое с беконом рядом. Оп, вот оно. Вот они, яйца пашот, настоящие. Пробовать нужно как угодно. Главное, чтобы здесь была булка, яйцо, соус и кусок рыбы. Отдай мне рыбу. Это завтрак королей. Это невероятно вкусная штука. И мне кажется, что вам пора учиться это делать. Потому что, ну, а как, человек, который любит готовить, не умеет готовить Бенедикт, это вообще провал. В нем должна чувствоваться кислота. В нем должно чувствоваться небольшое количество соли. И, соответственно, вот эта кремовость сливочного масла и яичного желтка. Да! Это чистый холестерин. Но я вас уверяю, что если вы за ЗОЖ, то у меня есть ролики про смузи и про постную индейку. Welcome! Здесь это мировая классика. Если бы весь мир говорил, типа, это холестерин, мы это жрать не будем. Никто бы это не культивировал, не возводил в культ. Ну, а это считается, если у вас есть завтраки в заведении, или вы хотите всегда радовать чем-то своего любимого, вот это это бомба. Вот раз приготовите, и все. И считайте, вы попали. Вам уже не отвертеться. Вы будете это готовить часто. Ну, что ваши будут говорить. Ммм! А еще? А можно добавку? Ну, реально крутая штука. Поэтому готовьте с удовольствием, готовьте с настроением. Я с вами прощаюсь. Это вкусно! Продолжение следует... Продолжение следует...